Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – баронхиальная астма, не приговор или как стать свободным от болезни. У нас в студии Галушина Ирина Александровна. Это главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Ирина Александровна. Добрый день. Ирина Александровна, про баронхиальная астма мы знаем с давних времен. Вообще такое, скажем, заболевание с такой большой историей. И еще в древности великий Гиппократ описывал это заболевание, баронхиальная астма. И в Илиаде Гомер тоже у одного из своих героев описал прям типичный приступ баронхиальная астма. То есть это такое в глубину веков идет заболевание. Это на самом деле так, да? Да, заболевание достаточно старое, скажем так, имеет длинную историю. Но в настоящее время, наверное, что прогрессивно, появились совершенно новые препараты. Поэтому то, что, например, было каким-то открытием, когда, во-первых, впервые вообще открыли гормоны, и астма перестала быть смертельным заболеванием, на смену им пришли сначала инглиторные гормоны, а теперь уже более улучшенные формы современных препаратов, которые делают жизнь астматиков, ну, значимо более комфортной по сравнению, например, с 30-40 годами ранее. Ну, мы об этом обязательно расскажем сейчас нашим телезрителям. Ирина Александровна, вот давайте немножко поговорим о статистике. Вообще вот в разных источниках разные данные есть о количестве заболевших, ну, или людей, имеющих баронхиальная астма. Вот сколько в Российской Федерации, да, и, может быть, есть у вас данные, сколько у нас именно вот в Ульяновской области? Ну, если мы будем говорить о Российской Федерации, о Ульяновской области, наверное, следует... На сегодняшний момент, да. Да, в Ульяновской области около сейчас 15 тысяч астматиков. Но если мы будем говорить в целом вот цифра, то эта цифра, скажем, ну, наверное, это тех людей, которые обращаются за медицинской помощью, которым установлен диагноз. Потому что вариантов бронхиальной астмы очень много, есть тяжелые варианты, а есть очень легкие, когда, в общем-то, даже и классических приступов не развивается. Тем не менее, при обследовании такому пациенту можно поставить астму. Как правило, эти пациенты, они не всегда доходят до медицинских работников. И поэтому, наверное, цифру 15 тысяч можно еще умножить как минимум на 50 процентов. А вот если в сравнении с другими регионами, наверное, статистика, в принципе, такая, да, одинаковая? Она примерно одинаковая во всех регионах. Может быть, чуть хуже обстановка там, где есть деревообрабатывающих много комбинатов, там, где есть нефтепереработка, есть где добыча угля и так далее. Ну, такие вот, скажем, вредные какие-то производства или, ну, торфянники и так далее. Ну, это, в общем-то, даже такая статистика, она, в общем-то, статистически незначимая. Плавающая такая, да. Да, она плавающая, какой-то год чуть-чуть больше, какой-то меньше, люди мигрируют. В целом, в принципе, вот для Ульянской области статистика, она у нас идет примерно на одном и том же уровне в течение последних лет. Елена Александровна, ну, вот вообще есть бронхиальностма аллергическая, да, то есть этиология, если по этиологии говорить о причинах, есть неаллергическая, да. Вот если говорить неаллергическая, это чаще всего все-таки люди пожилого возраста болеют или нет такой тенденции? Ну, на настоящее время из него выделяют примерно около 10 фенотипов бронхиальностмы. То есть астма, это так называемое физическое усилие, когда приступы провоцируются, какую-то физическую нагрузку, ну, например, бегом, поднятием там большого объема тяжести, ну, причем не разовая, а, ну, там, переноска чего-то, откуда-то там. Вторая есть астма, она, скажем так, дисгормональная, например, она возникает в период менопаузы у женщины, она может возникать в период беременности у женщины или в послеродовом периоде. Очень часто астма меняет свое течение по мере созревания ребенка из ребенка во взрослых, то есть подростковый возраст может быть таким, скажем, либо периодом возникновения астмы, либо, наоборот, периодом, когда симптомы, возникшие в детстве, будут значительно снижены или практически полностью нивелируются. Есть астма, связанная с ожирением, например, такой вариант тоже, как бы отдельно выделяется. То есть прямо астма лишнего веса? Ну, скажем, не совсем лишнего веса. Есть астма, которая протекает на фоне ожирения, и она уже имеет... Когда обе веществ уже нарушены. Да, и она имеет уже немножечко другие и симптоматические проявления, и подходы к терапии. Есть астма на фоне хронических инфекционных заболеваний. Ну, например, человек болеет бронхоэктостической болезнью. У человека курящего может развиться в последующем астма на фоне бронхита. Спровоцировать это может. Да, и длительное курение, длительная персистенция бактерий, воспалительного секрета в бронхах может, в общем-то, через несколько лет привести. И сейчас есть такой даже фенотип выделять, например, Хоббл, болезнь курильщика, астма. То есть вот такой вот термин, он как бы в литературе есть. Да, то есть разделить в какой-то момент вот эту вот симптоматику между конкретной классикой хронической обструктивной болезни и лёгких, то есть болезни курильщиков, в другом, так скажем уже. Ибо и астма не представляется уже возможным, и литературно, так скажем, научно обоснованный термин Хоббл-Астма. Ну, Ирина Александровна, вот бронхиальная астма всё-таки, название даже программы, что это не приговор, да? Нет. То есть вот человек поставил диагноз бронхиальная астма, да? Ну, психологически, конечно, наверное, человек сразу, вот у меня бронхиальная астма, там, да, может быть, может стать там более тяжёлой, там, и так далее, и так далее, да? Вот давайте немножко вот об этом расскажем. Ну, большинство больных бронхиальной астмой всё-таки страдает лёгким вариантом бронхиальной астмы. Это не менее 50%, а если вот так вот с неучтённой статистикой, то это и где-то, наверное, процентов 70 будет. Процентов 10, ну, от силы 15 имеют тяжёлый вариант течения бронхиальной астмы, ну, и вот всё остальное приходится на среднем. При этом лёгкий вариант астмы есть, когда персистирующий, то есть когда симптомы не выражены, но они повторяются. И есть, так скажем, интермитирующий вариант, когда астма возникает, ну, конкретно, на что-то. Вот, например, у пациента могут возникнуть приступы при контакте с кошкой. Вот не будет кошки, и у него всё будет хорошо, да? Стабильно, то есть ремеси такая стойкая стойкая ремеси? Да, до того момента, пока он не придёт в помещение, где живёт эта кошка, или там пребывала, или не поиграет с ней, скажем. Есть астма, которая конкретно какими-то аллергенами. Например, очень часто, вот сейчас весна, и наши многие пациенты с лёгкой, как раз чаще всего, польцевой астмой, они отмечают ухудшение состояния на период цветения. Берёза, ольха. То есть весна, лето. Вот как раз, когда всё цветёт, да, полынь и так далее. То есть, причём это не обязательно на все травы сразу. Некоторые пациенты могут, ну, достаточно чётко назвать какой-то период, там, например, в течение 2-3 недель в году, когда у них будет ухудшаться самочувствие. Александр, ну вот, к сожалению, да, вот вы сказали, что часть пациентов не обращается, к сожалению, да? Да. А что тогда должно насторожить человека, чтобы действительно обратиться к врачу? Ну, во-первых... Какие симптомы должны появиться? Да, какие симптомы? Если уже развивается, так сказать, ну, скажем, классика, это когда развивается приступ удушья. То есть на... Если хоть один раз был такой... Да, то есть что такое приступ удушья? На контакт, может быть, с резким запахом. Невер然, будет аллерген, резкий запах. На контакт, когда выходит, например, на морозе, на холодный воздух. На контакт с каким-то аллергеном. Может быть, пищевой аллерген, там, цветы и так далее. Возникает приступ кашля, может быть, с дистанционными такими свистящим дыханием, хрипами, слышными на расстоянии окружающих. То есть дистанционно даже слышно? Да, то есть такое, это будет слышно. Может быть, затрудненное дыхание, ну, это в зависимости от тяжести. И выраженность этого дыхания может быть от легкого затруднения до, так скажем, ну, уже значимого затруднения, когда пациент вызывает скорую. То есть вот такие симптомы должны насторожить. И есть второй вариант, когда более легкий вариант. То есть человек может просто при физической нагрузке учитывать, появляются какие-то, например, ощущения, что хрипы появились в груди. Например, он пробежался, там, побегал, футбол поиграл, появилось иструдненное дыхание. Оно может достаточно быстро нивелироваться. В принципе, у таких пациентов это бывает, в общем-то, и самостоятельно все эти симптомы проходят. Но в таких случаях, в общем-то, лучше все-таки подойти к медицинским работникам, обследоваться для того, чтобы определить. То есть многие пациенты боятся, что, как они говорят, нам дадут гормоны, и там будет очень-очень много вредностей. Но сразу скажу, что вот это вот понятие, когда дадут гормоны, и будет очень-очень много побочных эффектов, оно, наверное, идет как раз вот с середины прошлого века, когда были изобретены глюкортикостероиды, и азму лечили тогда в основном перед низолоном, в таблетках. И, конечно, пациенты, принимая долго этот препарат, имели ряд побочных действий. И ожирение, и сахар повышался, и давление, и так далее, и так далее. И даже так, скажем, появлялось такое своеобразное лунообразное лицо, как Кушенгоид, медицинским термином называют. Сейчас это все идет совершенно по-другому. То есть пациенты принимают ингаляторные гормоны, и сейчас подходы медицины немножечко изменились. То есть если у пациента не тяжелая астма, нет постоянных приступов удушья, не обязательно, что врач будет назначать терапию на ежедневный прием. То есть вот именно специалист будет подбирать терапию, насколько может быть, какой-то сезонный период променять. Возможно, так называемая, как мы говорим, терапия по требованию, то есть препараты применять только в момент возникновения приступа, там или в течение короткого времени, 2-3 дня. Но это будет уже решать врач. И есть такое правило, чем раньше выявить астму, тем доза препаратов, доза, вообще количество обострений, симптомов, оно будет значимо меньше, если человек будет выполнять все рекомендации. То есть на легкой стадии поставленная астма и своевременно начатое лечение, как правило, есть, конечно, когда она развивается, более тяжелый вариант, такие пациенты есть, к сожалению. Но у большинства пациентов ее удается сохранить вот на этом легком уровне. Ирина Александровна, ну вот тогда получается, вот лечение бронхиальной астмы, все-таки это купирование приступов, да, или вот как бы нивелирование их, да, чтобы приступов не было, или это все-таки какое-то должно быть базовое лечение, или это зависит все-таки от степени, индивидуальный подход к каждому пациенту? Как это все? Во-первых, наверное, сразу надо сказать, что лечение астмы – это два больших таких, скажем, спектра видов лечения. Это медикаментозный, о котором мы сейчас с вами говорили, причем есть препарат, так называемый, базисный терапия, который применяется ежедневно, да, или как-то по назначению врача, может быть, какими-то курсами. Ну, тоже от степени зависит, конечно, тяжесть. Да, и есть препараты, так скажем, экстренной помощи или симптоматической терапии, ну, наверное, многие знают такие препараты, как сальбутамол. То есть они должны быть всегда с пациентом, да? Да, фенотерол, там, да, фенотерол в комбинации с ипроотропиумом, ну, вот, наверное, стандартные, которые наиболее часто. Это препараты, которые пациент обычно носит с собой, и в случае возникновения приступа, который сам по себе не купируется, он применяет эти препараты, то есть это как скорая помощь. А второе – это образ жизни. То есть пациент… Тоже немаловажно, кстати. Это одно из основных, да, то есть, во-первых, соблюдение гипоаллергенного быта. Мы нашим пациентам рекомендуем, так скажем, использовать синтетическое постельное белье, уменьшать количество, ну, скажем, пылесборников, то есть книжки должны быть в шкафу, ковры должны быть максимально убраны, то есть так, чтобы в квартире можно было легко проветрить, убрать влажной уборкой, и чтобы вот не было, скажем, мест, где пыль бы скапливалась. Большинству астматиков всё-таки не нужно заводить домашних животных, рыбок, например, корм. Не столько рыбки являются аллергенами, сколько их корм. Вот, ну, собак, кошек и так далее. И есть, если у астматика есть какая-то аллергия на определённые продукты питания, конечно, их надо исключать. Абсолютно всем астматикам не рекомендуется использовать, скажем, продукты с большим содержанием красителей или какие-то там максимально большое количество искусственных добавок или, ну, какие-то, скажем, экзотические морепродукты, экзотические фрукты, которые не свойственны для нашей полосы. То есть такие продукты более часто вызывают аллергии. И для астматика, наверное, очень важно не курить, потому что... Ну, это, мне кажется, вообще однозначно. Да, и курение, в общем-то, на фоне курения эффективность препаратов составляет не больше 30-40%. И плюс ко всему курение, сам табачный дым, смола, который задерживается, они действуют, в принципе, на те же точки, на которые поражаются при бронхиальной астме. И получается двойное воздействие, что очень сложно. Причём, Ирина Александровна, ещё и пассивное курение, да? Да, однозначно. То есть вот в доме, в семье, да, тоже надо исключить это? Особенно, если, например, дети больны астмой, то родители никак не могут курить, независимо от того, где они там курят на балконе или где-то ещё. И, наверное, что очень важно для астматиков, это ведение активного образа жизни. То есть двигательная активность? Двигательная активность, если пациент не имеет тяжёлой астмы, если у него нет, ну, в данный момент обострения, в принципе, астма, она подразумевает под собой хорошую активность. То есть астматик может совершенно свободно кататься на лыжах, если, ну, только, потому что там, за исключением мороза и очень ветреной погоды, он должен ходить плавать. У нас сейчас очень много и в городе, в общем-то, есть бассейнов, которые не содержатся. Сейчас доступность такая прям хорошая. Да, причём не содержат, скажем, ну, вот как раньше было, там, например, хлорсодержащие, когда были достаточно такие выраженные. Сейчас уже нет этого. Да, сейчас такого практически ни в одном уже бассейне нет, есть озоновый бассейн. Астматикам полезно ходить просто пешком, ездить на велосипеде. Ну, наверное, скажут такую фразу, которая, может быть, кого-то из астматиков удивит, но с лёгкой астмой астматики могут участвовать в соревнованиях, в том числе, скажем, ну, таких на уровне, как Олимпиады. И даже побеждать. Да, побеждать, разумеется, Олимпиады, скажем, соревнования мирового уровня, российской. То есть лёгкая астма. Например, есть там очень много, кстати, да? Да, ну, наверное, один из, может быть, очень таких ярких примеров, которые часто и в панологической среде обсуждаются, это сборная Норвегии по биатлону. 50-70% у них регулярно астматики. И это, скажем, не от того, что их туда набирают, а от того, что когда у ребёнка есть какие-то проблемы с дыхательными путями, его отдают туда, куда развивать дыхательные пути. А что лучше всего развивают без контакта с максимальным аллергеном? Это как раз вот плавание, лыжи и так далее. И из этих кого-то детей, конечно, как и из любых других, ну, появляются с хорошими способностями. Елена Александровна, ну, у нас очень много вопросов было вот от зрителей накануне нашей программы, да? И вот один из вопросов такой, вот пациент спрашивает, если у меня лёгкое течение, да, как мне сделать так, чтобы у меня вот, ну, появляется страх, что перейдёт там в тяжёлое течение, да? Что вот, как вот объяснить человеку? Ну, во-первых, наверное, жить всё время в страхе нельзя. То есть нужно, скажем, такую хорошую позицию выбирать, что астма, на самом деле, скажем, заболевание, которое хроническое, его в 99, наверное, процентах случаев невозможно вылечить. Ремиссии может быть и 20-30 лет, и потом может возникнуть эпизод на какой-то определённой триггерной ситуации. Но это заболевание, которое позволяет вести обычный образ жизни. И люди живут до 100 лет, да? Люди живут сейчас с астмой очень много, и если вы, каждый, наверное, вот так вот посмотрит, то в своём окружении он сможет найти больного астмой, который, может быть, иногда он даже не знает о том, что человек болеет астмой. Нужно обязательно посетить терапевта или пульмонолога, или педиатра, аллерголога, то есть это вот те специальности, которые занимаются лечением астмы, составить индивидуальную схему лечения. Лечение астмы очень индивидуально. И подходы, и частота. Научиться, скажем так, правильно купировать приступы, не бояться их. То есть приступ может возникнуть. Ни одно самое современное лечение не может прогнозировать того, что у человека никогда не повторится приступ. То есть научиться знать препараты, которые, знать, как ими пользоваться. Ну, а в остальном, в общем-то, соблюдать вот этот гипоаллергенный быт. В период, например, цветения, если есть сейчас вот те пациенты, которые реагируют, тоже сейчас уже наша промышленность пошла на многие такие, скажем, помощники, скажем так. Это, например, те же самые гипоаллергенные фильтры в кондиционерах, когда, если утром большое задержание пыльцы, то можно включить кондиционер, и тогда воздух будет в квартире, например, с гипоаллергенным фильтром без. Есть, скажем, масса очков, которые можно одеть и носить. Есть очень красивые назальные фильтры, которые такие маленькие, скажем, уменьшенные фильтры, которые можно вставить в носовые ходы. И это будет, в общем-то, эстетически выглядеть. И в то же время пациент не будет вдыхать в дыхательные пути пыльцу, например, находясь на улице. А зайдя в помещение, он его просто вынимает, промывает водой, и там это всё высыхает. То есть, ну, масса всевозможных вот способов, которые сейчас помогают таким пациентам. Елена Александровна, ну, мы уже частично сказали об этом, да, но всё-таки вот диагностика бронхиальной астмы, да, какова она, диагностика, вот на современном уровне, да, и муштизация пациентов всё-таки, вот когда поставлен диагноз, да, и что дальше? Ну, вот бронхиальная астма, в отличие от многих заболеваний, это заболевание, у которого нет стандарта, такого, скажем, стандартного набора симптомов, которые должны быть 100%, например, положительными или отрицательными для постановки диагноза. В первую очередь астма, и это прописано в клинических рекомендациях, считается, что астма – это диагноз, который ставится на основании жалоб анамнеза и клиники. Поэтому, когда пациент приходит, мы начинаем допытывать и о наследственности, и о том, вот что такое одышка, иногда люди, пациенты иногда обижаются, ну, значит, что вы мне так спрашиваете? Да, мне очень важно знать именно, что вы чувствуете, как вы ощущаете, что с вами происходит, в какой-то ситуации возникает для того, чтобы правильно сориентироваться и дифференцировать, ну, скажем, от различных заболеваний. Есть такое, например, заболевание, как психогенное бывает, например, гипервентиляционный синдром. Человек поволновался, там, экзамены или какая-то стрессовая ситуация, у него просто идет частое такое дыхание, немножко пульс бывает. Часто бывает это у молодых людей. Психологические, конечно, проценты. Когда вот какие-то стрессовые, особенно студенты, ну, возникает, вот там был экзамен, вот после экзамена вышел, руки задрожали, стало плохо дышать, там, после этого там. Ну, то есть все можно выяснить, в принципе, во время разговора. Да, то есть это все как бы выясняется, да, если это... Ну, и есть обследования, которые, скажем, не обязательно должны быть обязательно положительные, но они помогают врачу, как бы, именно поставить аллергический фон. То есть это обследование... Да, 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 то есть это спирометрия. Спирометрия, если проба будет положительной, она как бы, ну, будет помогать врачу поставить диагноз астма, но в то же время положительная проба, например, может быть в период острого бронхита. Может не говорится о том, что это просто... Да, то есть просто разово человек заболел, острый бронхит, такой же бронхоспазм иногда сильнее, чем при астме. И показатели будут уже... Показатели также могут среагировать, но если это больше ни разу не повторилось, и если ничего, вот все это ушло там, да, динамика, то, возможно, это просто будет вот бронхообструктивный синдром в рамках, там, ОРВИ, острого бронхита. Такое тоже бывает. Есть также вот пикфлоуметрия, но это более упрощенный вариант тоже проведения дыхательных проб. Есть, что мы к часто прибегаем, это исследования аллергологические. Это и пробы скрифекционные, которые ставит аллерголог. И сейчас есть возможность дать кровь на аллергены, как на общий такой, скажем, иммуноглобулин Е, ну, скрининговый такой след, так и уже более развернутый, там, какие-то, если пациент указывает, что, например, я не переношу рыбу, или я, когда выхожу, там, береза цветет, у меня сопли, слюни, все остальное, то есть вот здесь можно. Для чего это проводится? Если 1-2 аллергена, то зачастую аллергологи дают специфическую терапию, противоаллергическую, она тоже помогает улучшить состояние больного астмой. Александр, а вот диспансеризация, диспансерное наблюдение, насколько вот эти меры, да, они могут, во-первых, помочь нам выявлять бронхиальную астму, и насколько они могут нам помочь улучшить картину течения астмы? Во-первых, диспансеризация обязательно, то есть если есть жалобы, я думаю, лучше об этом говорить. Ничего страшного, если даже будет в какой-то мере вам проведено чуть-чуть там больше обследования для того, чтобы разобраться. Ну, второй этап уже, когда-то надо будет подтвердить. Да, второй этап, если это, да, диагноз будет либо подтвержден, либо снят, либо пациент такой останется какое-то время под наблюдением обычно, ну, где-то до 6 месяцев, иногда до года, бывают какие-то, когда не совсем ясно с первого момента общения с пациентом, что же это за заболевание. То есть такого пациента проще вот на начальном этапе пронаблюдать, посмотреть и своевременно поставить диагноз, соответственно, лечение. И, конечно, диспансерное наблюдение. То есть когда пациенты, уже имеющие диагноз, не приходят к врачу и начинают сами лечиться, то, в общем-то, это не приводит к хорошему. И, наверное, один из критериев, на которые должен уже вот пациент, который, если он часто пользуется препаратами для оккупирования приступа, ну, скажем, такие вот, как сребутамол, фенотерол, ипротропий, именно, ну, короткий, я называю наиболее популярный по химическому названию, если пациенту нужно таких ингаляторов больше 4 в год, то есть, ну, скажем, стандартными 200 дозами, то есть 800 доз, то, значит, астма у него явно неконтролируемая, и, значит, он либо что-то делает неправильно в технике ингаляции, это тоже очень важно, то есть мало того, что мы дышим препаратом, но обязательно нужно соблюдать правильную технику ингаляции, либо это не совсем правильно подобранная базисная терапия, либо что-то уже пошло не так с заболеванием, и нужно там либо менять препараты, либо какие-то добавлять препараты. То есть коррекция нужна обязательно. Да, то есть вот когда пациенты приходят иногда и говорят, вы знаете, доктор вредный, он мне, вот вместо одного баллона я просил 5, а он мне только один дал ингалятор, вот он на мне жадничает, экономит. Нет, это не экономия, это, в первую очередь, большое количество короткодействующих вот этих препаратов, они наносят очень много побочных действий. И в первую очередь это риски со стороны сердечно-сосудистой системы. При большой передозировке, это вплоть до инфаркта миокарда, тяжелых жизнеугрожающих аритмий, поэтому просто вот пользоваться бесконечно короткодействующими препаратами нельзя, это опасно. И необходимо, конечно, обращаться в этих случаях к врачу. Александр, а сколько получается степеней тяжести у бронхиальной астмы? Ну, у бронхиальной астмы сейчас есть как бы, скажем так, 3 степени тяжести. Легкая, но она подразделяется на две варианты легкие. Легко-интермитирующие, которые редко возникающие, и легко-персистирующие, которые как бы идут в легком варианте, но практически постоянно. Средне-тяжелые-тяжелые. А по подходам к терапии астма делится на 5 ступеней, то есть у тяжелой астмы есть как бы еще 2 уровня терапии. Вот так называемая первая, вторая, третья, четвертая, пятая ступени. Ну, пятая ступень – это такие, скажем, единичные пациенты, которые имеют тяжелую астму, которые очень плохо контролируются. И для них есть еще определенные препараты, комбинации уже из нескольких препаратов, которые подбирают обычный пульмонолог. То есть все должно быть просто под контролем, да? Да, то есть... Под контролем людей в халатах, получается так. Да, то есть это должно быть. И, конечно, пациентам, что мы рекомендуем, это вести дома дневник пикфлометрии. Пикфлометрии – это такой приборчик, который вы дышите, и он показывает объем, который вы выдохнули. Обычно делается по три вдоха, и наибольшее количество миллилитров записывается. В тетрадочку можно, есть прям нюники, которые мы их можно найти в интернете, они совершенно в свободном доступе, и записываются. Ну, скажем, у вас каждый день было там 350, 400, 420. Потом раз, в какой-то момент стало 270. Это говорит о том, что уже произошел дисбаланс в дыхательной системе, есть какой-то отек, либо мокрота, либо что-то, и в этой ситуации нужно либо созвониться с врачом, либо открыть те записи, когда говорят, вот когда при ухудшении делать то-то, то-то, обычно мы такой в стационаре пишем. И если это не получается, то уже обращаться за медпомощью. Александр, а вот за последние 10-20 лет, да, скажем так, изменилась все-таки вот тактика лечения, вообще, может быть, методы лечения, средства? Да, сейчас, конечно, есть и разные подходы к лечению. Во-первых, я говорю, если мы раньше говорили, что препараты должны получаться абсолютно постоянно, сейчас есть варианты, так называемые, интермитирующей терапии, есть еще тенденция, которая сейчас, в общем, она, скажем, клинические, она научно обоснованная, когда идет к тому, что препараты вот именно короткого действия, такие как, например, сальботамол в монотерапии, то есть один применять, должны как можно реже, потому что он не лечит, а просто вот, ну, скупировать симптом конкретно в этот момент, а что будет через 2-3-4 часа, в принципе, этот препарат уже за это не отвечает. То вот есть подходы, когда назначают уже для оккупирования, приступы препаратов в комбинации гормона ингалитурного в маленькой дозе и препараты, которые купируют того же самого сальботамола или более пролонгированных форм, ему подобных. И что еще, куда мы шагнули, очень, конечно, большое такое достижение, то, что появились препараты, скажем так, узконаправленного спектра, это уже новые разработки, скажем, препараты против, например, повышенного иммуноглобулина Е, препараты против... против определенных видов интерлекинов, против эзинофилов. Да, на таком патогенетическом. Эти препараты, они в основном все у нас пока, которые есть, это инъекционные препараты, они применяются пациентам только тем, у которых не достигается эффекта на, скажем, такой стандартной терапии. Ну, там биодоступность должна быть повыше просто. И да, то есть эти препараты подбираются, ну, то есть должны очень глубокое такое комплексное обследование пройти пациент, и, то есть конкретно действуют, если вот, например, ангелиторный гормон действует на любые виды бронхиальной астмы, то вот эти препараты будут действовать, ну, конкретную точку приложить. То есть, например, только если у пациента там повышенные эзинофилы, и повышены они выше сталькиты. То есть вот здесь при исключении там других проблем, которые могут это вызвать. Такие препараты больные у нас есть, которые находятся на такой терапии, но, еще раз подчеркну, то есть она не нужна всем абсолютно. Это уже препарат как бы резерва, когда, ну, не получаются другие способы лечения. Александр, ну и по традиции уже такие ваши пожелания нашим зрителям, телезрителям, вот как от пульмонолога и как от доктора? Наверное, я хочу сейчас пожелать всем здоровья. Сейчас весна, вы видите, тепло в этом году более раннее, поэтому вести активный образ жизни, выходить на улицу. Если это астматики, которые не переносят, но есть, я говорю еще раз, пользоваться, например, очками, пользоваться маской медицинской или назальными фильтрами, если кто у нас, молодые, более, так скажем, хотят, чтобы был красивый образ внешний. Почаще умываться, то есть для того, чтобы смывать себя вот эту вот пыльцу и все. И соблюдать активный образ жизни, правильное питание, ну и просто радоваться жизни. Спасибо большое, Александр. Такие добрые, хорошие советы. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.